Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в среду, за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 20, стихи с 1 по 8. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время Оно, учащую Иисусу, люди в церкви и благовествующую, придуши священнице и книжнице со старцы и реши к нему глаголюще, рцы нам, коею областью сия твориши, или кто есть давы тебе власть сию, отвечав же рече к ним. Во прошу вы, Иас, единого словесе ирцитими, крещение Иоаннова с небесе лебе, или от человек, они же помышляху в себе глаголюще, яко ащи речем с небесе, речет почту уба невервости ему, ащи ли же речем от человек, все люди каменем побьютны, известного бе о Иоанне, яко пророк бе, и отвечаша невема откуду. Иисус же рече им, не аз глаголю вам, коею областью сия творю. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему, скажи нам, какой властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть сию? Он сказал им в ответ, спрошу и я вас об одном, скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Они же рассуждая между собой говорили, если скажем с небес, то скажет, почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк. И отвечали, не знаем откуда. И Иисус сказал им, и я не скажу вам, какую властью это делаю. Среди святых дворов храма стояли две крытые аркады. Одна располагалась на восточной, другая на южной сторонах двора язычников. Такие аркады укрывали от солнца, ветра и дождя, поэтому были весьма удобны для общих собраний учителей и учеников. Вот в этих аркадах в храме и учил Господь. Какую властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть сию? С таким лукавым вопросом приступили ко Господу первосвященники, книжники и старейшины. Ясно, что это был не вопрос людей, желающих знать истину, а лукавство злобных врагов для уловления Господа в слове, и был напрямую связан с изгнанием Иисусом Христом, привычных и даже официально признанных торговцев из храма Господня. Первосвященники, книжники и старейшины составляли синодрион, высшие советы, правящие органы иудеев. Следовательно, можно считать, что вопросы эти были заданы самим синодрионом, с тем, чтобы сформулировать обвинения против Спасителя. Они надеялись поставить Спасителя перед дилеммой. Если он скажет, что поступает так своей властью, они смогут взять его как одержимого манией величия. А если скажет, что властью Божией, арестуют за богохульство, сославшись на то, что Бог никогда не дал бы кому-либо власти нарушать покой и чинить беспорядок во дворах его дома. Но Господь, не отвечая прямо на их коварный вопрос, сам улавливает их в слове, спрашивая, крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Архиепископ Оверки Таушев отмечает, вопрос о крещении Иоанна был в то же время вопросом об его пророческом достоинстве и о божественном его послании. Иоанн свидетельствовал об Иисусе как о Мессии, Сыне Божьем, взявшем на себя земные грехи мира. Признать его посланником Божьим это значило признать Иисуса Мессией, и тогда сам собой разрешался вопрос, какой властью Иисус творит то, что раздражало иудеев. Любопытствующие были поставлены в очевидное затруднение. Знаю, что народ чтил Иоанна как пророка, и боясь, что народ побьет их камнями, если они решатся сказать, что Иоанн не пророк. Признать же открыто Иоанна пророком нам означало принять и его свидетельство об Иисусе как о Сыне Божьем, и они не решились дать определенного ответа, сказав, не знаем откуда. Такой синодрион, который не мог вынести определенного решения на столь важный вопрос, подлежавший именно его виденью, показал себя несостоятельным и не заслуживал ответа Господа. Конечно, они прекрасно знали, какой властью Господь действует, но сознательно противились ей. Поэтому и Господь отвечал, и я не скажу вам, какой властью это делаю. Как отмечает византийский богослов XII века Ефимий Зигабен, им нужно было сказать, что крещение было от Бога, и что Иоанн был послан Богом. Но избегая обличения, чтобы не показаться неверующими ему, они скрывали истину. Поэтому Христос говорит, и я не скажу вам того, что вы желаете знать, не потому, что скрываю истину, как вы, но потому, что считаю вас недостойными ответа, так как вы поступаете коварно. Вся эта история является яркой иллюстрацией того, что происходит с людьми, которые отказываются видеть правду. Они вынуждены им изворачиваться и обманывать, и в конце концов, сами попадают в безвыходное положение. Тот, кто не признает истины, будет все глубже погрязать в безнадежном положении. Так, дорогие братья и сестры, Господь учит и нас с вами не лукавить в своей жизни, а держаться истиной и правдой Божией, дабы не попадать в неловкие ситуации, подобно первосвященникам и книжникам. Ведь их собственное лукавство привело к тому, что они сами выставили себя перед множеством народа не в лучшем свете. Опозорившись таким образом, они потеряли уважение людей. Мы же постараемся каждое свое слово и дело творить с осторожностью, дабы не опозорить ни себя, ни Церковь, но самое важное – правдиво отвечать на поставленные перед нами вопросы. Пусть лучше мы окажемся смущенными, нежели в числе тех, кто скрывает истину. Ведь именно истину мы с вами призваны нести в этот мир. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok